люди привет сегодня ремонт фары на кипящий чайник не обращайте утро воскресенье утро думаю поеду на работу сделаю пару спаяем три ушка помните они у нас отломанные вам второе на кузове я конечно не знаю упор из чего сделанная фара потому что видите сколько тут обозначений но я склоняюсь предпоследнем pppd 30 сейчас короче по пашку возьмем я могу ошибаться я не это не супер паяльчик как некоторые поэтому сейчас тестовую палочку дадим посмотрим будет держаться по пашкой не будут будет будем боять не будет сетку паяем сеточника места не на день иначе появилось два зажима ваража вот так и попутно объясню два зажима короче это не все еще пособирать по гаражу куча зажима уже много зажимов и у нас же появилась я говорил тогда что я купил себе новую твердосплавную насадку диаметр 6 миллиметров длина не помню короче цанга по моему три с половиной миллиметра волну что сейчас цанга у меня была на мой убор машинку вот моя старая ну как старая моя рабочая но и вот этой первой неудобно вычищать плоскости приходится сильно вот так машинку держать типа параллельно плоскости но это и так будет удобно то есть под наклоном все классно сейчас мы санга не фиа не подошла но я взял набор с нее и в комплекте есть две другие цанги у меня здесь стояла самодельная потому что бормашинка была не рассчитана под под этот маленький диаметр это у 35 короче надо подобрать теперь сюда какую-то царку наверное вот она или вот он хладно все подобрал зажал вот такая фреза твердосплавная по моему 3 доллара чуть чуть больше три с половиной короче работает так как я говорил сегодня воскресенье у меня всего лишь два часа есть потом надо уезжать ножницы подкрылок в упор не знаю какой но п.п. какой-то полосочка первая готова пока снимем или не надо не надо иначе появилась станция как всегда подкрылок в паутину ну пусть будет 380 пусть блин а куда ее поставить не буду поставить сюда удобно ли стол какой-то все маленький сделал еще неудобно я хотел пойти на офисный стол где я кофе пью там попаять но но там надо скатер поменять значит пробуем делать и свою палочку фрезу у нее зубчики крупнее чем у той моей и она очень грызет пластик класс мне нравится так полоска есть помните ножиком сняли омертвивший слой подача воздуха на всю попробуем припаять как я всегда говорил он сразу держаться не будет ну как будет но она очень крепкая становится через пару часика когда полностью остынет но если пластик несовместима но сразу же пока да не это все все тут пластик просто он не какой-то хрупковатый показался как знаете чугун когда ломается зернистый ими мне такой же здесь показался все пусть остынет а я пока хоть кофе чекся сделаю значит прошло там пять минут я не знаю даже чуков я не выпил вот подостыла я считаю это от отличный тест тест прошел ведь ну так отламывается эта фигня она через 10 часов по-другому отламываться значит этого ушка половинку нету пока мы его не будем делать ну как будем но давайте сделаем сперва целое сейчас мы сделаем наверное пусть вот это так я уже девушки потерял блин это спешка о отличный выбор сейчас мы его короче и приделаем так как фарок сверху какая-то жирновато я взял с дома растворитель 647 мтс короче уже бур машинкой все поеду чуть-чуть пластик зачистил здесь тоже вот чуть пробежался бур машинкой по краям 5 миллиметров от края сейчас это все он обезжирю чтоб шов был не жив на эту вдруг чуть плохо будет болей на невнимательность да чуть нужно был бур машинки паяльником не переплавили елки-палки теперь там это провод оголенный видно это плохо теперь меня может током бабахнуть у меня есть изолента но это же временно на замотать сейчас замотаю фу блин пластик воняет значит ставим крепление как они тут должно быть вот так вот вот его родное место полностью блин так вот 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 сунул все за заподлицо заподлицо видно да чуть припаяем его он чуть-чуть угол уголочком порядок чтоб сейчас не отвалилась когда будем нормально понять это мы так есть готово пусть подостынет так ладно бур машинку сторону бур машинки теперь вон медный провод торчит который может поэтому растворитель тоже уберем они опасен паэльная станция 380 опа уже потерял этот полосочку полосочка вот полосочка полосочка до обертывший слой доснимаем это его не доснимал все доснимал давай 340 уже он все же видно до 300 чем если спешите может можно сделать 300 больше можно хоть 400 ну что будем понять давай давай зумка какой зум так ничего первое он первое начнем она по углу поломана его и начнем ну да так вам не видно будет но так не что удобно ну звоняйте поглубже его стараемся вдавить туда чтобы меньше зачищать и больше провара было внутри паяльником придавил откусил паяльником придавил откусил теперь теперь можно пройтись вниз вниз чуть не удобно будет но я думаю мы справимся а молодец емельян учись это же в основном для тебя видео туда там бампер поел я видел как его поел хорошо хорошо в смысле это сейчас подумает что ругают не не мы не такие мы никого не ругаем мы что никого не учим поэтому по абсолютно по барабану как тупая паяльником ой феном же придавили откусили есть там еще рано час были тут еще рано что-то делать потому что тут все горячая вот этот ну давайте это как бы так обнять как бы так обнять фотоаппарат что крит аппарат не зацепить им неудобно было как извращаться приходится это что это резина надо ее хоть не перепалить к сожалению сильно разворачивать полоски когда шок меняет свое направление я не умею я лучше пропаяю ждать пропаяю дальше а потом заново же и начну ну то есть поняли изгибы такие мне делать как-то неудобно не комфортно даже не знаю почему не привыкли или привыкну мне так проще маленькая осталась так потерял шок вижу так печет много есть пока пауза пока я полоску отрежу и хоть пол чашки кофе выпив значит мы уже паяли по кругу осталось только пропаять вон три сантиметра снизу вот здесь поэтому дабы вам показать и дабы себе удобно было вот так будет ну да а другой рукой как вести ну ладно я справлюсь не впервой дело в том что я думал сейчас усилители паять по бокам не паять но я уже подергал блин уже его не отломаешь поэтому еще все под вопросом есть можно так подержать оторвать так даже лучше ну что мы имеем мы имеем уже тут все запаянное одну ложка есть припаянное сейчас мы зачистим вот это шоу бормашинку я уже изолентой замотал сейчас зачистим бормашинку шоке дадим пару усилителей все таки и за очень мне уже понравилось она грубее чем моя была поэтому гребет одуренный есть опять паяльную станцию включаем вам же видно да вы же поняли сам мучаюсь ну блин чтобы все увидели давай 360 давай-давай-давай 360 359 не понял а 361 пошла набирать что-то сбросила назад два градуса давай 380 блин вот как мы залезем наверх крепления на сантиметра полтора два чуть-чуть дали чтоб остыла то есть что может может отлипнуть не отлипнуть и потянуться и утапливаем утапливаем побольше прогревая фару чтоб меньше чистить вот так вот сантиметра полтора два вылезли из-за угла все пойдет есть одно крепление готово дать и второе с другой стороны да легко да легко да куда нам если блин блин нацелюсь мне в данном случае важно не красота мне в данном случае важно крепость шва этого всего хотя красота тоже и играет большую роль не знаю видно не видно вылезли на полтора сантиметра прогреваем симпатия ним давай что есть все теперь полностью пусть больше ничего нигде не будем кидать а потом на полтора не будет на полтора сантиметра все я не буду видеть все я не могу цикл швак вы можете Видно, да? Рука моя, блин, падла, прикрывает. Вот так. Видно, нет? Вот. Вот так, да? Сантиметра два. Хватит. Потянули. Выключили. Подождали. Пять минут. Ну, в смысле, пошли допили кофе. Подождали, пусть хоть остынет. Но сейчас все, блин, такой теплый, теплая. Все то же самое с другим. Не хочу зачищать, пусть остынет. А пить кофе там уже нету кофе. Ну, в смысле, допил. Значит, я зачистил бормашинкой, обезжирил седьмым раствором. Крепушку тоже зачистил, вон, как смог. Обезжирил все. Ну, грязноватенькая чуть-чуть. Вот, какое-то оно все грязное. Поэтому все это обезжирили. Там. Растворитель Испарился на полминуты. Поставили. Вот старое место. Отчетливо видно. Если что, потом феном подогреем. Есть. Все. Класс. Только сейчас надо... Я паяльник включил. Надо, чтобы паяльник подостыл. Блин, резинка приклеена. Не хочу его отклеивать. Вообще не хочу. А ну, мы сделаем по-другому. Мы возьмем новый зажим. Новый зажим. Ага. Крепление бывает. Зажмем резиночку. Аккуратненько, чтобы не продавить. Вот, легонько. Отвернем. Пусть висит. Видите, сегодня купил новый зажим. Он уже начал зарабатывать денежку. Паяльник, не знаю, остыл, не остыл. Вернее, нагрелся, не нагрелся. Аааа, нифига, он, наверное, не нагрелся. Уже почти, уже он сделала штуку. Значит, нагрелся. Блин, я спешу, как я говорил, потому что у меня всего лишь есть два часа, и то, я думаю, даже меньше. А уже, блин, до часа времени проперло. Паяльник я изолентой замотал. Да не хочу, чтобы сейчас меня током колбасило тут. Я, конечно, не боюсь. Я отношусь к тем людям, которые фазу и ноль проверяют пальцем. Все, припаяли. Пусть остывает. Паяльник выключаем. Остыло. Паяльную станцию включаем. И, и, и паяем верхнюю штуку. Верхняя штука у нас шелчек. Вот, вот идет. Где он тут идет? Вот. Сюда, 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 сюда. Не обязательно вот так вот паять, как он и идет. Можно просто там раз, два, три, четыре. Главное, перекрыть все эти трещины. Ну, во-первых, чтобы туда вода не попала. Во-вторых, крепче будет. Давай, 380. Ладно, попробую правой рукой попаять. Хотя мне вообще неудобно. Конечно, неудобно, елки-палки. Вот, прошли немного дальше трещины. Или подогрели, дикбок так отвели. Так, ну, дальше. Дальше поедем от угла. Видите, как, даже не отпадает. Как держится хорошо. Видите, шоу здесь тянется. Это плохо. Я не люблю. Придавили, оторвали. Ага, вот трещинка идет. Вот трещинка закончилась. Заведем дальше. Трещинки по узкам хотя бы на миллилитров 5. Есть. Придавили, оторвали. Надо, чтобы тут уже остыло. Потому что не могу я. Я надеюсь, видно. Блин, а такие полоски. От объектива до крепления до фары 15 сантиметров. Полоска 20. Из этого неудобно. Вот наш шов. Видно хоть? Нет. Подождите, это все фигня. Где мой? Где мой? Позвали. Значит, фонарик налобный. Градуса 390. Отлично. Паяем вот эту всю билиберду. Которая здесь большая трещина. Не дотрагуемся до фары вот сюда хотя бы. Потому что припалим. Ну как жирненько втапливается красиво. За трещинку заходим на 5 миллиметров. Есть. Подержим. Отсунем. Вот смотрите, как хорошо. Как хорошо, да? Вот здесь я не допаял чуть-чуть. Не хочу. Хочу допаять. Давайте его братку погоню. Хотя неудобно, зато вам будет видно, может быть. Ничего вам видно не будет. Да, дошел аж бегом. Это все остывает. То, что нужно сейчас вот такое уже... Где я еще не допаял? Вот я не допаял. Вот один момент. Блин. Вот один моментик. Тут есть недопаянный. Фонарик. Сейчас фонарик. Есть. Подержим. Раз. Все. Мы с вами все пропаяли. Мы с вами все пропаяли. Знаете, что мы еще сделаем? Что мы еще сделаем? О, блин, надо, чтобы остыло. Ладно, мы не будем ждать остыла. Здесь видно, да? Вот. Мы возьмем вот такую полоску, дадим. Ветер, двигается. Это плохо. Надо или придавить. Раз, два, три, четыре, пять. И дальше продолжим. Это будет один наш усилитель. Раз. Подержали. Есть. И дадим еще один. Вот здесь и дадим. Аж от самого края фары. Как я говорил, сейчас тут главное... Мне пофиг сейчас на эту красоту. Мне главное, чтобы оно крепко было. Есть разные ситуации. Есть, когда надо сделать красиво, чтобы никто никогда в жизни не догадался. И крепко. Хватит. Три сантиметра, по-моему, это и так очень много. Все есть. Пусть остывает. Пока остывает. Одно крепление мы... Блин, да где тут эти регулировки? Вот. Мы забормашеним другое. Первое наше, что мы делали. Готово. Ничего так получилось. Видно? Дальше попробуем паильную лампу и обдать ее. Нету феново обдают и еще чем-то. Оно волоски все сжигает. Чуть-чуть разравнивает поверхность. И он тогда прикольнее становится. Ладно, все. Переходим на зачистку другой штуки. Ну, как-то так. Как-то так получилось. Все. Готово. Пусть остывает полностью. Все у меня готово. Нижнее крепление я не показывал. Блин, потому что я же говорил, я спешу. У меня тут только немножко времени. Я очень спешу. Нижнее крепление все то же самое. Паял. Паяльной лампой не обдавал. Не надо. Это не с пофиг. Да я не хочу. Здесь не хватало кусочка, поэтому с этого же подкрылка, что нарезал полоски на этих ножницах, вырезал треугольничек с перекрытием там, блин, 3 миллиметра. Блин, может где-то 5 миллиметров. Просто положил его паяльником, дык-дык-дык, по углам дал, паяль на сланце я паял. Все. Готово. Ладно. Тепление отламывать не будем. Да зачем их отламывать? Ну, короче, все держится, все классно. Не надо. Блин, так как вот надавить. А где сломается? А вот тут сейчас сломается. 100%. Или сломать перепоедить? Тайник сейчас скажет, я неправильно давлю. А если так? Если так, то может где-то сломается в другом месте. Ладно, пофиг, пусть сломается. Не будем, ломается. А, я смотрю, уже у нее, кстати, распилены эти ушки. Ладно, это вообще не в тему. Все, всем удачи, всем пока. Дед Емельян, учись.